Доброе время суток! Сегодня мы поговорим про Хануку и про недельную главу. Два таких вопроса я хотел бы задать. Во-первых, так устроен цикл чтения Туры, что история Иосифа, история Иосифа и его братьев, их конфликта, продажа Иосифа и в некоторых большинстве годовых циклов выхода Иосифа из темницы читается во время Хануки. Это Порошава, Ешева, Микец. Почему это так? Есть ли какая-то связь? И второй вопрос – это какой практический урок Хануки? Я немножко это объясню. Большинство еврейских праздников, ответ очевиден. Песох, мы вышли из Египта, мы приняли Тору. Большинство заповедей, или очень много их – это память о выходе из Египта. Пурим, мы видим, как Всевышний управляет миром, даже в таком мире, который вокруг нас, в довольно темном мире. Правильно? Суккот, проведение Всевышнего. Да, и какие-то такие прямые уроки. Роша-шана, Йом-Кипур, очевидные вещи. А какой практический урок Хануки? Не история, а вот не поедание пончиков. А в чем практический урок Хануки? Борьба с ассимиляцией. Что вы говорите, Миша? Борьба с ассимиляцией. Борьба с ассимиляцией. Но Ханука связана с этим чудом горшочка масла. И, конечно, ассимиляция – это важная, так сказать, борьба с ассимиляцией – это важная идея. Но как практически, что вы учите из этого, из горшочка масла? Как бы, что масло горело вместо одного дня – восемь. И мы же на этом концентрируемся, да? То есть другие вещи мы упоминаем. А вот это главная часть праздника. Да? Какой практический урок? Что мы должны делать то, что мы можем, а результат зависит от Всевышнего. Это интересная идея, мы к ней вернемся. Это очень интересная идея. Хотя у нас есть принцип, что нельзя полагаться на чудо. Да? Нельзя полагаться на чудо. Значит, у них должен был какой-то план быть. Они же не знали, что это чудо случится. Но это интересная идея. А давайте вернемся к первому вопросу. Есть ли какая-то связь между историей продажи Иосифа и ханукальными праздниками? Или нет? Или это просто случайно? Давид, как вы думаете, есть связь или нет? Я не вижу очевидность. Окей. Ну, это как, знаете, если вы сдавали устные экзамены, если есть такой наводящий вопрос, значит, связь должна быть, да? Иначе я бы не спрашивал. Да, нельзя сделать урок на том, что, ну, мы читаем про Иосифа, а связи нет. Тогда и урока нет. Тогда, очевидно, значит, должна быть какая-то связь. Тогда перефразируем вопрос, в чем связь, да? В чем может быть связь? Если подумать, евреи боролись с тем, чтобы не отклоняться, сохранить еврейскую религию, с точки зрения соблюдения ее. А братья, хотя их никто не наследал очень-то, но они решили Иосифа убить, что, конечно, совсем не соответствует религии евреи. Да, я не очень люблю слово религия, но давайте, давайте, мне очень нравится то, что вы, как бы, приводите элемент выбора, что это зависело от братьев и зависело от евреев. Давайте начнем с этой точки. Во-первых, мы так логически пришли к выводу, что должна быть какая-то связь, да? Это так сделано, что мы читаем это каждый год во время Хануки. И действительно, наши учителя говорят, что есть связь. И можно на разному, под разным углом смотреть. И я вам приведу только два момента. Можно смотреть над это под разными углами. Я приведу два момента, так у нас мало времени. И я рекомендую, как всегда, не соглашаться со мной и провести свое такое маленькое исследование этого момента и прийти к каким-то своим выводам. Можно ими со мной поделиться, можно нет. Первое объяснение, которое, мне кажется, очень важно, и люди это забывают, это то, что история Иосифа и его братьев, это не просто сюжет. Да, я помню в детстве, я не читал эту книгу, но я знаю, была такая книга Фихтвангера, по-моему, Иосифа и его братья. Да, какой-то вот такой пересказ человека, который не очень понимает, что такое Тора, но он развивает сюжет, сюжет интересный, и он его развивает. И действительно, Тора существует на многих, я бы сказал, в бесконечном числе уровней, но на самом простом уровне, и рассказ не выходит. На простом уровне, мы видим, мы видим, как далеко заводят ненависть и зависть. И хотя и Иосиф, и его братья были выдающимися праведными людьми, Тора прямо говорит, что братья ненавидели и завидовали Иосифу. Да, и Раши прямо говорит, что Тора на это намекает, что Иосиф тоже был нар, что он был, так сказать, подростком, как бы мы сейчас сказали, таким тинейджером, уже в поздней, так сказать, ему было 17 лет. И хотя он тоже был выдающимся, уникальным человеком, но он делал вещи, которых он потом жалел. Например, так как он говорил о братьях, то, что он их обвинял, например, он обвинял их в том, что они называют сыновей служанок рабами, он за это попал в рабство. Да, Раша об этом говорит. Он обвинял братьев во всяких нехороших поступках, и поэтому жена Патифара с ним начала, как бы на него обратила внимание и т.д. То есть была связь. И еще было там обвинение в том, что они неправильно режут животных, я не буду в это входить, это очень интересная, так сказать, сугия, вопрос, как он на это смотрел, как они на это смотрели. Это не тема нашей дискуссии. Но были проблемы с обоих сторон. Безусловно, братья были старше, братьев было больше, и на братьях лежит намного большая ответственность, безусловно, чем на Иосифе. Но проблемы, безусловно, были с обоих сторон. Во второй части нашего разговора мы попытаемся посмотреть на то, как же это связано с Ханукой. Окей, это было предисловие. Первая часть была неким предисловием, для того, чтобы мы все, как бы, начали это обсуждение с одной точки. Потому что есть другая, более глубокая, более глубокий подход на историю Иосифа и его братьев. И если вы посмотрите на книги, которые говорят об основах Торы, например, Тората Сода, и я не являюсь специалистом в этом вопросе совершенно, но даже на уровне драж, скажем, говорят, что продажа Иосифа – это прототип истории сгущения тьмы в этом мире. Сокрытие лица Всевышнего в некотором смысле. Как они спускаются в рабство. И если вы подумаете, то вы увидите, что это очень интересный процесс. То есть, было очень много неоднозначных ступеней в этом процессе. И рабство началось с момента рождения Ицхака, как мы говорили. Из двухсотдесяти лет, из четырехсот лет рабства, только 210 они были в Египте. А 190 это было до этого, включено было до этого. И когда мы почитаем историю братьев Иосифа, мы увидим очень интересную вещь. С одной стороны, казалось бы, простая история. Все в этой истории делали ошибки. Все были выдающимися людьми. И мы ни в коем случае не можем как-то даже проявлять какую-то фамильярность. Это были люди высочайшего уровня. Но Тора подчеркивает нам ошибки, которые они делали. Яков выделял Иосифа. Он был сыном Рахели. И Яков считал, что он был первенец. Поэтому он ушел. Он оставил Лавана, когда родился Иосиф. Он дал ему особую одежду. Иосиф говорил плохое о братьев. О братьев завидовали и ненавидели его. Но и, конечно, история со снами. Очень интересно, Раши говорит, что, помните, братья сказали не саду тайна. Что фактически означает, мы давайте пойдем. На современном времени поедем. Пойдем в местность, которая называется Датан. Интересно, что в статье Охайо есть город Дейтон. Датан, какое-то место. И Раши говорит, что слово Датан образцован Датайна, обоснованно от слова Дат. Дат. Дат – это закон. То есть сейчас это религия. Но если вы почитаете Мегелат Эстер, то вы увидите, что в библейском угрите Дат – это закон. Датея Мелех. Это не религия царя, а законы царя. И Раши называет это нехлей да тот. Нехлей – это какие-то дрязги. Дрязги дословно. Но то, что Раши имеет в виду, это то, что мудрецы говорят, что братья не просто так сказали, давайте, вот он нам мешает, давайте от него избавимся. Ни в коем случае. Братья провели глубокий галактический анализ того, что происходит. Они сказали, вот я, у нашего отца в семье, был наш отец, и был Исав, и всегда между братьями была какая-то борьба. У нашего деда, у Исхака, был сводный брат Ишмаэль. Между ними была борьба. И вот в нашей семье, что поделаешь, вот мы видим эту борьбу, и мы видим, что Иосиф ведет себя, так сказать, надменно. Он говорит про нас плохие вещи, это неправда. И он хочет стать первенцем, хотя мы считаем, что первенец – это Рувен. Биологический. Он хочет, так сказать, выгнать нас из семьи и получить наследство Якова. И как, даже комментаторы говорят, что выжить нас с этого мира. Он хочет так нас опозорить перед отцом, чтобы отец нас проклял, и мы потеряли свою долю в этом мире, в будущем мире. То есть в некотором смысле он хочет нас, он преследует нас. Мы ему ничего не делаем, он нас преследует. Он все время рассказывает про нас гадости, он говорит, что мы будем ему кланяться. Так видят это братья. И если тебя кто-то преследует, ты имеешь право себя защитить. Называется Дин Рудеф. И они сделали религиозный суд. И они, так сказать, не то, что это было какое-то, так сказать, у них импульсивное решение. Да, набросились на него. Они такой суд сделали, они решили, что по закону они должны от него избавиться. Вопрос как? У них было разногласие по закону, если тебя кто-то преследует. Если кто-то тебя преследует, он хочет тебя убить, убей его первым. И поэтому они сказали, если он хочет нас убить, давайте его убьем. Потом все-таки Рувен сказал, нет, не надо налагать на него рук. И это тоже есть база в Галаке, они будут в это входить. Давайте бросим его в яму. Потом они сказали, давайте все-таки будем его убивать. Давайте просто от него избавимся и продадим его каким-то кумцам. И между ними были дискуссии и были разные мнения. Но в принципе они оперировали понятие малахи. И в этом заложена огромная опасность. Это может быть первый урок. Что когда ненависть, когда зависть между братьями переливается в такую дискуссию, что, казалось бы, идет такая, как бы, так сказать, ученая, как раз, казалось бы, они мне оперируют понятие малахи. Но на самом деле это проистекает из ненависти и из зависти. Это очень опасная ситуация. Еще один очень интересный момент. Это то, что согласно мнению Рашбама, братья не продавали Иосифа. Как это может быть, Давид, что братья не продавали Иосифа? Давид, как вы думаете, как может быть, что братья не продавали Иосифа? Вроде бы они там продали, а 20 лет. И 20 лет нет. Да-да, посмотрите, что написано в тексте Туре внимательно. Там сказано, что братья бросили его в яму, сели есть, да, и увидели караван Ишмейлим, арабов каких-то, да, и решили, подумали, может быть, его продать арабам. А потом вдруг Туре говорит, что пришли медьяниты, да, и они продали Иосифа. Так вот, они, может быть, братья, а может быть, медьяниты. И Рашбам говорит, что, может быть, пришли медьяниты и продали Иосифа. А братья физически его не продавали. И Рафурман говорит, что, может быть, вообще братья бы его пожалели потом. Рувен хотел его вытащить. Да, это не то, что они все были такие злодеи. Он их, извините за выражение, так сказать, я могу так сказать, просто, чтобы мы поняли, достал их тем, что, как он себя вел. Они думали, что он пришел их преследовать, пришел, так сказать, собирать о них эту дурную информацию, Дибара А. Но они, так сказать, потихоньку начали возвращаться, так сказать, к нормальному состоянию. Может быть, они его пожалели. Но они своей ненавистью и завистью привели к этой трагедии, даже если они физически его не продавали. Это мнение Рашбама. И эта очень интересная идея называется грамма. То, к чему мы приводим. И есть принцип в Талмуде, грамма, если вы введете какую-то ущербу, или вызываете какую-то трагедию, если вы сами это не сделали, патур бейдэй адам, то суд вас не может, я не буду входить в детали, это такая непростая вещь, но суд вас не может наказать за то, что вы сами не сделали. Но хаяб бейдэй шамай. Но если вы привели к этому, подтолкнули, способствовали, то на небесах вы отвечаете за это. Помните, такое было? Помолчи, промолчи, попадешь в палачи, промолчи, промолчи, промолчи. То есть то, что вы делаете, даже если вы сами ничего не сделали, оно оказывает большое влияние на то, что происходит. Еще одна интересная идея, это то, что, при том, при всем, что и братья, и Иосиф не идеальны в начале этой истории, они меняются. И мы видим это в истории с Иуда, Иуда и Тамарой, Иуда признает свои ошибки, братья раскаиваются, и мы увидим в Порошат-Ваегаш, как они меняются. Иосиф меняется. И это еще очень интересная идея, и я сейчас объясню, как это связано с Ханукой. Я просто хочу привести вам несколько идей, и в последней части я хочу показать, как это связано с Ханукой. Они все меняются. последняя идея, которая, мне кажется, очень важной, и я, начиная с этой идеи, начинаю больше говорить о Хануке, и показать, как это может пересекаться, это идея того, что называется в Торе Кец. Что такое Кец-то, Ви? Кец-это конец. Конец, совершенно верно. Кец-это конец, это понимание того, что у всего есть начало, у всего есть конец. Я вам объясню, почему это так важно. Мы будем читать в начале следующей недельной главы Микец-шна-та-эм-ямим. Вот когда закончилось время, когда Иосиф должен был быть в темнице, это было в Ро-Ша-шана, в Иерецу немедленно его вытащили, помыли, одели, привели к фараону и немедленно возвысили. То есть, у периода рабства, у периода тьмы есть конец, есть ограничения. И если вы посмотрите на песню, которую мы поем в Хануку, Маос-цур-йешуати, то вы увидите, что там понятие Кец-кеца-йешуа. Вот это окончание Галута, начало избавления. Дословно, напряги свою мышцу, как в Песах, мы говорим Всевышнему аллегорически. Мы знаем, что у Галута есть конец. На этом все основано. Если нет конца, если это бесконечный процесс, то получается, что и Ханука бессмысленна. Это то, что говорит нам Маос-цур. И в этом, если вы подумаете, было глубокое разногласие между евреями и греками. Это не то, что кто-то что-то не понимал. Они видели реальность совершенно по-другому. И в двух словах, у евреев закончилось пророчество. Это было пророчество, это была явная связь между евреями и Всевышним. Евреи потеряли первый храм, где присутствие Всевышнего было очевидно. Они ушли в Галут. Они не знали, они никогда не жили в такой ситуации. И чем дальше они отдалялись от пророчества, тем больше эта растерянность усиливалась. И уже сразу после окончания пророчества, примерно за 160 лет, примерно так до Хануки, плюс там какое-то время еще появляется Аристотель. И Аристотель строит рациональную систему мира, которая до сих пор оказывает влияние на то, как мы живем в западном мире. И Аристотель сказал, ребята, кто вам сказал, что есть начало и конец? Ну, кто вам это сказал? Ну, посмотрите на эту реальность. Мир всегда был и всегда будет. Да, мы приходим и уходим, как кто-то пьем на земле, это и вечно живем. И все. И поэтому, если вы хотите жить так, вы можете жить так, вы можете жить по-другому. Но рационально нет абсолютно никакого доказательства, что есть начало и конец. Нет такого понятия кец. Понимаете? Нет ни начала, ни конца. И до второй половины 20 века весь научный мир верил Аристотелю. Да, я не говорю про эту теорию Большого Взрыва, которая была на самом деле огромным переворотом. Что да, было начало. Даже с научной точки зрения. Но Аристотель был очень убедителен. Очень убедителен. И более того, греки строили корабли, рассчитывали какие-то морские пути, решали теорему Пифагора и развивали музыку, театр, систему управления государства, армию на таком уровне, который никто не видел до них. На совершенно рациональном путем. И постепенно евреи попали под власть греков, потому что греки захватили Персидскую империю Александр Македонский. И сначала свое существование было мирным. Но постепенно евреи стали растворяться. Особенно более, так сказать, богатые и продвинутые евреи. И чтобы перевести это на наш язык, так сказать, на нашу ситуацию, я вам хочу рассказать историю про одного моего знакомого, который был, есть, мы так пересекались где-то, и он был профессором в очень левом университете, в таком элитном университете. И он пошел в Ешива, он вернулся из Ешивы, такой, в кипе, там, все соблюдает, и он очень, так сказать, доброжелательно вернулся к своим коллегам и сказал, что я вас уважаю, и там, я уверен, что вы не против, что я буду такой в новом качестве, так себя вести. И они ему сказали очень интересную вещь. Вы знаете, что они ему сказали? Давид, как вы думаете? Я думаю, что они не возражали. Нет, не возражали, но они поставили одно условие, какое, как вы думаете? Я знаю. Они ему сказали такую вещь, они ему сказали, ну, конечно, со свободная страна, каждый может делать, что он хочет, там, кто-то вегетарианец, кто-то, там, еще не будем упоминать, кто он, кто-то, там, такой, кто-то, сякой, а ты можешь быть такой, ты можешь субботу соблюдать, пожалуйста, можешь есть кошерную еду, на здоровье, но есть одно условие, ни в коем случае никогда не говори здесь никому, что Бог сказал тебе это делать. Понимаете? Это очень важный момент. Да, человек может делать, что хочет, но утверждать, что Бог сказал ему это делать, это абсолютно бред с точки зрения греческого подхода к миру. И поэтому греки несли в себе туму, да, вот это отделение от Всевышнего. Да, это одно из объяснений, они не разрушили даже физически храм, а они его тиму, это шманим, да, то есть если вы хотите кто-то там у кого-то такой фольклорный праздник, да, кто-то там хороводы водит, я не знаю, что они там делают, кто-то там так, кто-то там на елку в Кремль ходит, а кто-то ест гефильд и фиш в субботу, это пожалуйста, только не нужно никому говорить, что Всевышний сказал вам это делать. И это подход греков. Это подход греков. И в этом шло столкновение лоб в лоб между евреями и греками. Опять же, с идейной точки зрения подход греков был в том, что нету такого понятия кец, нет начала, конца, у нас нету никаких знаний об этом. Поэтому не нужно нас этим грузить. И чудо масла это не просто было то, что как бы Всевышний с нами. Это тоже, конечно, верно. Но чудо масла связано с несколькими идеями. Первая идея состояла в том, что в храме было подобное чудо. Вы не слышали? регулярно было подобное чудо, похожее на хануку. Не слышали об этом, Давид? Мисбех? Мисбех? Мисбех, да, но как раз что масло горело больше, чем должно было быть. Вы не слышали? Вы не знаете, не обращали внимания, вешают в синагогах лампочку перед Орона Кодыш. Вы не знаете, почему? Но это не масло. Да, есть такое мнение, но с маслом было другое чудо. Это то, что нер моровили, нер тамид, что одна из лампад миноры никогда не гасла. До хануки, в первом храме, и даже во втором храме. была вот из семи этих лампад, одна из них никогда не гасла чудесным образом. Это называлось нертомид. Это очень похоже на хануку. Однако в этом чуде нертомид было одно но. Это зависело от того, насколько мы хотели приблизиться к Всевышнему, как мы относились друг к другу. И поэтому после времен Шимона Цадик, помните, он был последний из великого собрания, был Шимона Цадик, и уже после него, когда евреи стали все больше ассимилироваться в греческой культуре, это чудо прекратилось. И минора горела, как горела. Но когда евреи зажгли этот горшочек с маслом, да, оно возобновилось, да, оно возобновилось, и есть такой известный вопрос, все его слышали, в чем было чудо в первый день, да, горшочек хватал на один день, в чем было чудо в первый день, есть больше 100 ответов, или около 100, я приведу то, что мне легче понять, и мне кажется более релевантны к нашей дискуссии. Почему нужно было искать, почему нужно было искать чистое масло, как вы думаете? можно по-аллахе было зажечь нечистое масло? Можно, можно, есть есть такое понятие тумагу траб и цибур, если вся большая часть общины нечиста, как во время войны, можно было зажечь нечистое масло. Это учат из законов Песоха, гмара в трактате Псахи. Но есть одно но. Можно, например, принести Песох в состояние нечистоты, да, если все в состоянии нечистоты, но это не является жертвоприношением Песох в той же степени святости. Например, есть такой закон, что у Песоха нельзя ломать кости. Потому что он находится на высокой ступени святости. Но если принесли Песох в состоянии нечистоты, там можно ломать кости. Он не находится на той же ступени святости. И кроме того, как мы сказали, вся идея греков была идея нечистоты. Отделение Всевышнего от жизни еврейского народа. И поэтому нужно было принести масло, нужно было начать как бы заново. Это, кстати, еще одна причина, когда начинают заново. Первое, начало, оно очень важно у нас, не будет времени это обсуждать, но ханука от хала начало очень важное, его нужно начать самым чистым и самым сильным образом. И по-простому это была прямая противоположность греков. И они хотели сделать все, что они могли, чтобы зажечь чистое масло. Теперь есть такой вопрос, что бы вы увидели, если бы вы посмотрели в этот горшочек с маслом в конце первого дня? Что бы вы там увидели, Давид? Я думал, мы увидели, что только немножко осталось. Сколько? Ну, допустим, прошло 24 часа, когда естественно вот он догорает, что там осталось? Как вы думаете? На донышке только. На донышке. Теперь таким образом может быть огонь горел без масла или образовалось новое чудесное масло. Теперь ТАСС, по-моему, и много других авторитетов говорят, что в этом есть проблема. Как вы думаете, какая проблема с чудесным маслом? Допустим, масло сгорело и огонь горел просто так, без ничего. Или образовалось новое чудесное масло. Какая с этим проблема? Миша, как вы думаете, какая с этим проблема? С новое масло? Да, допустим, образовалось чудесное масло, или огонь горел просто без масла. Какая с этим проблема? Проблем нету, потому что уже такое чудо было с пророком Ильишем. О, очень хорошо, что вы упомянули пророка Ильишу. И проблема да, есть. В чем эта проблема? Что по Аллахе нельзя использовать чудесные вещи, вещи, которые образованы с помощью чуда для исполнения заповедей. И пророк Ильиша является этому потрясающей иллюстрацией. Помните, те, кто нас, может быть, слушают и не помнят историю с пророком Ильишей, пророк Ильиша пришел к вдове пророка Авадии, которая была в затруднительном финансовом положении, скажем так, не вдаваясь деталей, и Всевышний сделал чудо, и из небольшого горшочка с маслом, у нее продолжало течь масло, пока не закончились все сосуды в доме. Очень много можно из этого учить, но мудрецы говорят, что эта вдова, когда у нее образовалось огромное количество масла, пришла к нему и сказала, должна ли я отделять десятину от этого масла или нет? Как вы думаете, что он сказал? Должна она отделять десятину или нет? Я думаю, что нет. Нет, почему нет? Потому что это все масло святое. Потому что что? Масло святое. Вот, очень хорошо, потому что это масло неестественное масло, и поэтому заповеди не распространяются на это масло, нельзя выполнить заповедь Моасер этим маслом, понимаете? Давид? Понимаете? Отлично. Таким образом, Таск говорит, нельзя было зажигать Минору чудесным маслом. Это не было бы выполнением заповедей. Вдове масло нужно было, чтобы кушать, чтобы кушать чудесное, не чудесное, так говорится, бытиавон, да? Пожалуйста, кушай его. Но заповеди нельзя им было выполнять. И поэтому не могла Минора гореть на чудесном масле. Или вообще гореть без масла. Понимаете? Это не было бы выполнением заповедей зажигать Минору. Так что же было тогда? было такое чудо, как во время Мошера принял с кустом, что он горел и не сгорал. Очень правильно, совершенно верно. Раф Форман об этом говорит, мы об этом потом скажем, что в чем-то это похожие вещи. Одно было началом прихода письменной Торы в этот мир, а второе началом прихода устной Торы. Вот это ханукальное чудо, я об этом скажу чуть позже. Но что бы вы увидели, вы бы увидели совершенно интересную вещь, что не количество масла изменилось, а качество масла изменилось. Обратите на это внимание, в этом очень глубокая идея, что может быть, мы не знаем, только одна восьмая часть масла сгорела. Или вообще может быть качество так изменилось, что не было бы изменений, но по-простому одна восьмая часть сгорела. То есть браха состояла в том, что качество масла усилилось, не количество. И поэтому это масло не было чудесным, просто оно было как бы открыто, не было открытым чумом, просто качество масла усилилось. и вся история хануки это не праздник количества, это праздник качества. Да? Ихуд. Не камуд, а ихуд. Да? И поэтому мы говорим мятим мульрабим, цадиким, мульшаим, тухурим, мультмиим. Это все качества. Да? Их было меньше, но качественно они были несопоставимы. праздник это качество. Это праздник качества. И если суммировать, можно еще несколько идей привести. Мы увидели несколько идей. Это идея кец, да, кеца и шуа, и посмотрите, как Агада говорит, фиша в это кец, я не буду сейчас распространяться, что у всего есть начало, у всего есть ограничение. Мир не просто вечен и бесконечен, как говорили греки, и это идея качества, и худ, да, и худ связан с понятием миадрин, сделать как можно лучше, поэтому все, что связано с Ханукой, опять же, это не прямая тема нашего разговора, это можно тоже полчаса говорить. Ханук, заповедь Хануки, это каждая семья ставит одну свечку на стол, или там перед входом в дом, каждый день, это такая, такая, и кара-дин, но все добавляют, все делают миадрин, и даже мы делаем лучшим из лучших способов, миадрин, мино-миадрин, потому что это идея качества. И в последней части я коротко попытаюсь суммировать эти практические уроки. мы затронули много тем, и может быть вам покажется, что часть можно было больше обсуждать, безусловно, да, и я рекомендую, опять же, чтобы вы сами их посмотрели, но мы увидели несколько моментов, во-первых, свет и тьма в этом мире зависят от того, что мы делаем, да, как в истории Иосифа, как братья относятся к братьям, идем ли мы то, что называется не хлей да тот, у нас есть какие-то свои зависть, ненависть, и мы на этом строим такое песочное здание галактических построений, которое может привести к трагедиям, или наоборот, мы идем к братским чувствам к другим евреям, как братья Иосифа на Су, раньше говорят на Су-мина-ахафа, сначала они просто перестали считать его братом, стали завидовать, ненавидеть его, а потом уже они достроили все остальное, с другой стороны люди меняются, да, и у даже самых черных периодов, самых темных периодов всегда есть окончание, да, Кеца и Шуа, никогда нельзя отчаиваться, всегда есть Кеца и Шуа, как мы его можем приблизить через Таара, через понимание нашей связи со Всевышним, не просто так сказать, прагнувая муша, что кто-то там идет на елку, кто-то там ест сосиски с майонезом, а мы едем гефилт и фиш, и мы свечки зажигаем, это то, что хотели сделать греки, мы должны понимать, что то, что мы делаем, это наша связь со Всевышним, это принесение света в этот мир, и очень часто людям говорят, делайте больше, больше и больше, там, сегодня ты учишься там 10 минут, потом ты учишься 20 минут, потом ты учишься час, потом 2 часа и т.д. Теперь есть люди, у которых это получается, особенно молодые люди, которые в каких-то учебных заведениях, которым это помогают делать, но для большинства средних людей, допустим, как мы с вами, я не знаю, у вас получалось так, чтобы вы учились 10 минут, потом полчаса, потом час, потом 3 часа в день, у вас так получалось, Давид? Давид? Нет, у меня так не получалось. Вот, извините, может, я не хотел вас подставить, потому что у меня тоже так не получалось, именно, но в какой-то семье, потому что, ну, реальная жизнь, да, ну, ну, хорошо, ну, давайте, ну, давайте попробуем, да, но так уж экспоненциально не получается, а что всегда может получаться, это улучшить качество, качество безгранично, вы молитесь, улучшите качество молитвы, поймите, что вы молитесь, что вы читаете, почитайте комментарии к этому, да, постарайтесь, чтобы вы понимали, простая кавана, это перуша милим, но нужно понимать, что вы читаете, какой в этом смысл, да, это, есть очень много книг, которые объясняют молитву, но, так много людей их изучают, и часть людей учили это с детства, да, и они, к сожалению, читают это, как какое-то такое, им запомнилось, и они, аш, и, если вы их спросите, то часть людей больше, скажем, понимают, и часть меньше, и чем больше вы улучшаете качество, тем больше вы приносите изменений в этот мир, вы читаете благословение после еды, поймите его, прочитайте его с толком, с расстановкой, вам тяжело это делать каждый день, прочитайте это в шаббат, когда вы не торопитесь, вы делаете на тела от еды, почитайте, почему его делают, да, я вам только скажу, что кроме того, что называется шерахтума, что я не хочу в это вдаваться сейчас, как там, куаним тренировались, это еще, делать нас, в некотором смысле, каждого из нас, как похожего на куаним, на службу, людей, которые служат всевышнему, наш стол похож на жертвенника, и т.д., и делать это с чувством, расстановкой, не жалейте воду, не жалейте заварки, не жалейте воду, вы что-то учитесь, постарайтесь это учить с любовью, постарайтесь это учить глубже, да, вы кому-то помогаете, делайте это лучше, да, вы разговариваете с людьми, старайтесь это делать на более высоком уровне, лошонара, но есть, кстати, еще лошонатов, да, нужно уметь хорошо, уметь сказать что-то хорошее другим людям, да, не нужно говорить плохое, да, в субботу есть много вещей, которые можно делать лучше, и еще, кстати, есть огромное число законов, которые мы не так учим, и не так воспринимаем их, как религиозные законы, в кавычках, религиозные, как галактические законы, к сожалению, например, как нужно вести себя, например, выходите на работу, как нужно вести себя с работодателем, да, не так все просто, можно там чем-то пользоваться, можно без разрешения пользоваться, нельзя пользоваться, как пользоваться, да, это есть целые книги, целые, так сказать, своды законов, как это делать, это всегда можно увеличить качество, да, увеличение качества безгранично, да, и я всегда привожу этот пример, что Раф Файнштейн говорил, что материальный мир имеет довольно жесткие границы, вы их можете как-то раздвинуть в какой-то степени, да, я всегда привожу этот пример, например, сколько, если я начну там, сколько бы я не занимался баскетболом, я не думаю, что я буду каким-то олимпийским баскетболистом, я улучшу свое здоровье, я немножко раздвину эти границы, но я не буду олимпийским баскетболистом, потому что вот так, такие рамки я поставлю, да, может быть, бывает там, что иногда кто-то там, какие-то там, исключения, да, человек кусает собаку, но в обычных ситуациях вряд ли, вряд ли я буду олимпийским баскетболистом, но в духовном мире, в мире качества, границы намного менее жесткие, и вы не соревнуетесь ни с кем, вы соревнуетесь с собой, вы хотите быть наилучшей, наиболее качественной версией самого себя, и когда вы это делаете, то тогда даже в нашем темном мире вы приносите свет в этот мир, вы улучшаете его, и опять же в двух словах, почитайте то, что когда-то мы говорили, это напечатано в журнале Хофицхайм, объективно, в чем величие чуда Хануки, да, ну что бы было, если бы чуда не было, ничего бы не было, никто бы не пострадал, да, но они зажгли бы, или там, нечистое масло, или там нашли бы чистое, подождали еще 7 дней, Почему это такое большое чудо? Это такое большое чудо, потому что в этом мире тьмы, когда вектор шел на полную ассимиляцию еврейского народа, чудо Хануки изменило его, и изменило его тем, что у Макабим было это желание приблизиться к Всевышнему, и несмотря на то, что победа была на самом деле неполной, и война продолжалась 25 лет, и потомки Маковеев стали саддукеями, и один из их потомков вообще хотел мудрецов Тора убивать, да, там была очень непростая история, чтобы вы не думали, что там все было, так сказать, после этого жили долго и счастливо, как в сказке, сказок не было, была тяжелая действительность, но произошло одно изменение, этот свет начал гореть, и под властью Маковеев, как бы она ни была не идеальна, я вам только хочу сказать, я не люблю какие-то политические вопросы, что с одной стороны, это была не власть, которая должна была быть в Торе, но с другой стороны, под этой властью начался физический рост еврейского населения, его перестали градить, убивать, издеваться над ними, отнимать у них какие-то продовольственные какие-то урожаи, 40%, и они начали расти, развиваться, и они начали строить ешивы, и началось развитие устной Торы, вот если вы посмотрите Перкеа-Вод, вот все эти Зугот, да, начинается с Шимона Цадик, до Хануки, и потом, после Хануки, это начинает нарастать в геометрической прогрессии, и этот свет Хануки, вот этот толчок Хануки, он зажег этот костер устной Торы, которая помогает нам пережить этот голод, эту тьму, да, и именно устная Тора, это та часть Торы, когда каждый из нас может что-то внести на своем уровне, в нее, и быть как бы частью этого света, частью этого процесса, и чем больше мы вносим в это, да, чем больше света мы вносим, тем ближе этот Кеца-Ишуа, тем ближе исправление мира, и это то, что мы каждый может сделать, да, я все время говорю, что люди любят говорить о политике, что там, этот глава государства делает, не делает, то это, люди это люди, но что они могут изменить, насколько они могут это изменить, если они могут, может быть, идите измените, но я не знаю много людей, просто мне не повезло, я не знаю много людей, которые могут что-то реально менять, по крайней мере, каждый день, когда мы говорим о свете Хануки, о внесении качества связи со Всевышним в этот мир, это то, что каждый может изменить, каждый может нести свою уникальную лепту, потому что это может сделать только он, то, что вы можете сделать, и вы, я не могу сделать, да, и то, что я делаю, вы не можете, да, и ваш сосед может то, что вы не можете, каждый уникален, именно вот эта лепта, этот свет, меняет мир, вносит свет, и тогда, как мы поем, хасов сроа кодшиха, да, мы приближаем это время, когда Всевышний проявится в этом мире, время, которое мы называем кеца-ишуа, окончание тьмы, и начало избавления мира, спасибо.